Продолжение следует... Я постараюсь сегодня, обещаю, не цитировать санитарные правила. Очень меня просили об этом. Но начнем с определения. Я попрошу вас, чтобы вы его все-таки прям прочитали. Эпид-безопасность, состояние, которое характеризуется совокупностью условий, при которых отсутствуют всевозможные риски заражения и возникновения инфекций, заболеваний у пациентов и медицинских работников. Как правило, большинство из вас, прочитав это определение, сфокусировали свое внимание на пациенте. Никто не подумал, что все эти мероприятия в равной степени направлены как на медицинского работника, так и на пациента. Это две разнозначные единицы. Сегодня эпид-безопасность, она состоит из нескольких блоков. Это микробиологический мониторинг, это эпид-диагностика, это кадровое обеспечение, это безопасность медицинских технологий. Ну и то, о чем мы сегодня будем с вами говорить и затронем две основных темы, это эпид-безопасность больничной среды и медицинского персонала. Невозможно обеспечить эпид-безопасность, если хотя бы один блок из этого выпадает. Сложно себе представить, если у нас, например, операционный блок оборудован роботом-довинчи, у нас там высококлассные специалисты, все хорошо, но при этом у нас отсутствуют дезинфектанты для обработки инструментов. Так себе история, правда? Продолжение следует... Мы понимаем, что это влечет некий вред для нашего организма. Химические факторы чаще всего это... Чаще всего, что мы наблюдаем при работе с медицинскими сестрами, например, приходим в отделение и видим, как температура воды превышает норму при разведении дезинфицирующего средства. И многие не понимают, в чем проблема. Или, например, используются салфетки без средств индивидуальной защиты. Просто протираются поверхности, руки потом кожей сходят, как у змей. Но это всех все устраивает. В чем причина, непонятно. Все забывают, что любое средство это в первую очередь химический реагент. Что они способны вызывать химические ожоги, дерматиты, аллергические реакции. Физические факторы это шум, освещение, температура, влажность. Это все то, что, как правило, от вас не зависит. Правильно? Все мы вот... Но мы можем заметить какие-то изменения. Вы все можете заметить, что в помещении стало жарко. Или что у вас появился какой-то шум от неисправного медицинского оборудования. Или у вас какой-то неприятный запах из вентиляционной системы. Вы обо всех этих мероприятиях, обо всех этих несоответствиях должны уведомлять своего руководства. Потому что длительное воздействие физических факторов, они, как правило, приводят тоже к заболеваниям. Не сразу, но они тоже воздействуют. Шум, тугоухость, постоянная работа в жарких условиях труда. Пожалуйста, артериальная гипертензия. И так можно перечислять длительно. Психофизиологические факторы, они часто недооцениваются. Но мы все знаем, какие нагрузки испытывают медицинские сестры на рабочем месте. Возьмем физические нагрузки. Где-то надо пациента помочь переложить. Где-то помочь ему присесть. Где-то поднять какую-то тележку. Прибавим сюда количество километров, не побоюсь этого слова, которое проходит медицинская сестра в течение дня по отделению. Прибавим немножко строгого начальника, который привык повышать голос на рабочем месте. И вместо такой, знаете, красивой медсестры, которая пришла на работу утром, мы получаем вот что-то аналогичное. Вот такую немножко уставшую, с языком на плече. Что касается инфекционных заболеваний. Это более интересная тема, мне так кажется. Мы обсудим с вами три основных момента, три пути передачи инфекций. Первый – это воздушно-капельные инфекции. Это грипп, ОРВИ, ковид, туберкулез, ветряная оспа, корь. Парентеральный путь, или наши всем известные гемоконтактные инфекции, гепатиты вирусные, ВИЧ-инфекция. Ну и контактный путь передачи – это конъюнктивиты, отиты, инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Мы постепенно каждый из них разберем, что нужно сделать, чтобы обезопасить себя от воздушно-капельных инфекций. Вакцинация. Грипп, корь, ветряная оспа – полностью вакциноуправляемые инфекции. То есть при вакцинации от кори, при достаточном уровне защитных антител, титра, заболеть корью невозможно. Средства индивидуальной защиты. Маски, респираторы, одежда однократного применения, а самое главное – правильное их использование, позволяет нам избежать риска заболевания. Периодические медосмотры – это мероприятия, которые позволяют уже выявить заболевание. Ну, например, туберкулез. Никто от этого не застрахован, к сожалению. Ну и соблюдение общих правил. Заболел, остался дома, обработал руки во всех удобных способах и неудобных. Но и то, что нам недопустимо – это дистанция. Мы не можем, к сожалению, дистанцироваться от коллег, от пациентов. Хотя в общие правила это, конечно, тоже входит. Парантральные инфекции, гемоконтактные. Вакцинация от вирусного гепатита В. К сожалению, от остальных инфекций на сегодняшний день вакцины не существует. Также мы должны соблюдать инструкции и алгоритмы по выполнению процедур. Как думаете, какая самая частая травма среди медицинских сестер? Какая? Да, укол иглой. А при каких обстоятельствах, кто-нибудь знает? Не при выполнении инъекции. Как правило, 40% трав, когда надевают колпачок назад на иглу. Хотя о том, что это делать запрещено, говорится уже более 15 лет. И все равно каждый раз все одно и то же. Надевала колпачок, случайно поранилась. Ну, как бы это строгое соблюдение алгоритмов. Средства индивидуальной защиты. Здесь также маски, респираторы, перчатки. Но здесь бы я хотела рассказать про перчатки. Нам санитарные правила рекомендуют использовать две пары перчаток, если мы заведомо знаем, что у пациента ВИЧ-инфекция или вирусные гепатиты. Когда мы прокалываем перчатку, вот на фотографии представлено кончик иглы, когда прокалывается перчатка, и материал латексный или нитриловый, он как бы стирает с поверхности иглы кровь, и следовательно уменьшает вирусную нагрузку. Когда это две перчатки, это дважды, риск заражения в разы снижается. Поэтому, конечно, в идеале использовать перчатки с индикацией прокола. Но это, мы сейчас знаем, практически невозможно. Но две пары перчаток – это вполне выполнимое требование. Ну и проведение экстренной профилактики. Если мы все-таки укололись, это мероприятие сразу и назначение химиотерапевтической профилактики в первые 72 часа. Контактные инфекции или инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. Выделяют их 4 группы. Инфекции области хирургического вмешательства, инфекции кровотока, нижних дыхательных путей, инфекции мочевыводящих путей. И вызывают их бактерии, группы эскейп. Это наиболее агрессивные микроорганизмы, которые приобретают резистентность и представляют наибольшую опасность, но в частности для пациента. Условно-патогенные микроорганизмы – это наша флора. В нормальном состоянии она населяет нашу кожу, кишечник. И в целом не представляет для нас никакой опасности. Но при снижении иммунитета, вспомним ковид, вспомним пациентов, которые поступали в стационары с вирусной инфекцией, и на ослабленный иммунитет к ним присоединялись вот эти замечательные бактерии, и уже лечение приобретало совсем другой объем, другой характер. Требовалась антибактериальная терапия. Это сниженный иммунитет. Или же, когда условная патогенная микрофлора меняет свою естественную среду обитания. Всеми нам известная кишечная палочка, попадая, например, в глаз, может вызвать конъюнктивит при нарушении гигиены рук. Безусловно, что все эти четыре инфекции, группы инфекций, они больше относятся к пациентам. Тогда какую роль здесь играет медицинский персонал? Помимо того, что передает инфекцию от одного пациента к другому. Я почитала одно исследование, и здесь было сказано, что у медицинских сотрудников в два раза чаще, чем в группе сравнений, высеивались кишечные палочки уже с резистентными свойствами. То есть мы это все носим в себе. Кроме того, у медицинского персонала чаще выделялось клепсиела. 18% у медиков и 7% у немедицинских работников. Также у медицинских работников выделялся энтерококк и стафилококк, также с измененными свойствами резистентности. То есть мы являемся таким источником для себя и для пациентов в том числе. Ну, например, случай из нашей практики. Младшая медицинская сестра, травма, каталку при транспортировке пациента. На пятые сутки боль в руке, на десятые сутки госпитализации с оперативным вмешательством, в посевах кишечная палочка с множественной лекарственной устойчивостью. В итоге два оперативных вмешательства с установкой металлоконструкций, общая продолжительность листа нетрудоспособности 67 дней и очень длительная реабилитация. Вопрос, что повлияло? Необработанные руки после того, как она транспортировала пациента, необработанная каталка или всё вместе? Ну, это остаётся только догадываться. Что мы... А, ещё один момент. Это на сегодняшний день самый агрессивный из всех существующих у нас, ну, не только у нас в стационаре, в целом, во многих стационарах, микроорганизмов. Синегнойная палочка с множественной лекарственной устойчивостью. Вот полечить такой микроорганизм в течение 10 дней, если мы будем лечить просто рану, будет стоить где-то примерно 2,5 миллиона. Как вы думаете, вам хочется такого зверя принести домой? Ну и... Что мы можем сделать для того, чтобы как-то это всё ограничить и свести к минимуму? Любимая тема всех эпидемиологов – гигиеническая обработка рук. Посмотрела какую-то статью, написано, что в среднем человек трогает себя за лицо 23 раза в час. Из них 7 раз он трогает себя за нос. Поэтому с этим мы ничего сделать не можем, это инстинктивное движение. Поэтому, пожалуйста, когда вы себя трогаете, себя любимых, обрабатывайте перед этим руки. Ну и во всех остальных случаях. Профилактические мероприятия. Дезинфекция поверхности, инструментов, оборудования, медицинского инвентаря. Чтобы более наглядно вам рассказать про микробов, которые я перечисляла, они все... Вот помните лизуны? Такие, которые бросаешь, он в поверхности прикрепился, и никуда его не денешь. С микробами примерно так же. У них нет крылышек, они не могут бежать, они не могут ползти, они могут только с вашей рукой перейти с одной поверхности на другую или, например, на пациента. Поэтому важно дезинфицировать не только манипуляционные кабинеты, но и постмедицинской сестры. Сестринские помещения тоже должны подвергаться дезинфекции. Как вы думаете, что это? Это сифилистический шанкер на руке. Вы знаете, даже менее ста лет назад сифилис был профессиональным заболеванием акушерок. Поэтому сложно недооценить роль СИЗов вообще в нашей безопасности. Это и перчатки, и шапки, и наши халаты. То есть это все нужно использовать, использовать правильно и по назначению. Ну и вакцина-профилактика. Я не буду говорить про ковид, я скажу про вирусный гепатит B. В нашей стране вакцинация от гепатита B началась в 2006 году. И за три года до 2009 года было привито около 49 миллионов человек. То есть это треть нашего населения. Так вот, если сравнить два года, 99-й, где уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом B был 43%, и 2009-й, когда он снизился до 4%. То есть здесь статистику не подделать. То есть это снизилось в 10,5 раз. Ну и было проведено исследование в Татарстане в 2021 году. Так вот, гепатит B находится на втором месте по заболеваемости, как профессиональной заболеваемостью медицинских работников. На первом месте туберкулез. Ну, на третьем – ковид. Периодические медицинские осмотры, они тоже важны, они тоже нужны, но они уже, к сожалению, направлены на пост, когда уже все случилось. Но их невозможно недооценить. Они помогают нам вовремя лечиться, принимать какие-то меры по состоянию своего здоровья. Ну и в конце, мне кажется, к нашей теме эта фотография хорошо относится. Я вспомнила инструкцию при разгерматизации самолета по кислородным маскам. И там в первую очередь обеспечьте маской себя, потом ребенка. Так вот, мне кажется, если спроецировать это на работу медицинской сестры, то очень созвучно, да, то есть обеспечьте сначала свою безопасность, свое состояние, и потом, я думаю, что комфортно будет и вашему пациенту, и вашим коллегам, ну и всем вокруг. Спасибо за внимание. Продолжение следует...